На каждый комплекс имеется подписанная дислокация. Все комплексы выставляются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также в местах аварийно-опасных. В прокуратуре исполнит Тарстан принято решение о проведении проверки правильности установки и эксплуатации камер фотофиксации административных правонарушений. В последнее время в средствах массовой информации данный вопрос активно обсуждается. Особое внимание обращается на то, что в ряде регионов, по сведениям СМИ, имеются факты, когда установкой и эксплуатацией камер занимаются определенные коммерческие организации. Для того, чтобы в этих вопросах детально разобраться, принято решение о проведении проверки. У нас на дорогах установлено порядка 800 передвиженных и стационарных камер фотофиксации административных правонарушений. Во всех случаях установкой и эксплуатацией этих камер занимается государственное бюджетное учреждение безопасного дорожного движения. Эти камеры приобретаются на выделяемые из бюджета денежные средства. И все суммы административных штрафов, которые взыскиваются в результате выявления про нарушение тим-камер, в полном объеме поступают в бюджет Республики Тарстан. Наша задача – это снижение количества дорожных транспортных происшествий и лиц погибших и получивших телесных повреждений. Соответственно, динамика показывает о том, что с год в год у нас количество дорожных транспортных происшествий сокращается. Сокращается количество лиц погибших в данных происшествиях, а также пострадавших. Соответственно, мы считаем, что данная политика правильна. В этих приборах мы, кроме личностных артистов, определяем возможные следы несанкционированного вмешательства. То есть, техническое вмешательство мы определяем в связи с наличием, скажем, системы клеймения и опломбирования, а программное вмешательство мы определяем через наличие в программном продукте следов этого возможного несанкционированного вхождения. Камера устанавливается не по собственному личному желанию работников учреждения, а только в строго отведенных местах. Эти места выбираются в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, исходя из тех участков дорог, которые являются потенциально опасными или которые являются аварийно опасными. То есть, там, где могут быть дорожные транспортные происшествия, задачи по максимальному сбору суммы штрафа нет. Результаты проверки, которые еще мы ранее проводили, они показали, задача одна – обеспечить безопасность дорожного движения. Продолжение следует...